МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы уже как-то все готовились спать. Автобус резко замотал, значит, резкие тормоза. Муж закричал, говорит, держись. После такого не до сна. Пассажиры, попавшего в ДТП автобуса, рассказали подробности аварии, в которой чудом остались живы. Мы заинтересованы, чтобы захватывали не посредники, а непосредственно сельхозтоваропроизводители. Бизнес с южным акцентом. Вьетнам интересуется возможностями региона. Губернаторы посолы республики обсудили перспективы. Смотрите, большинство картофеля этого хозяйства параметрам соответствуют. Выросший вопреки на Кубани началась уборка урожая, который смог пережить жажду и выстоять на ринге. А они написали убийство. Детективный квест в Краснодарском лесу с отголосками прошлого. Играют не профессионалы, а они не столько сложные, сколько логичные. Взялись за ум научный фестиваль «Гик-пикник» в Краснодаре, где о сложном рассказывают легко. Он немножечко ломается. У него уже отвинчиваются шайбочки. Мы теряем периодически вот этот краник. Год уже со своим самоваром. День рождения у самой народной. Передача на Кубань-24 покажем в закулисье. Это «Факт» на Кубань-24. Ближайший час о главных событиях в крае. Здравствуйте. И начну с резонансного ДТП в Ленинградском районе. Пассажирский автобус, который ехал из Анапы в Ярославль, ночью вылетел с трассы в лесополосу. В момент аварии в салоне находились 38 человек. Это туристы, которые отдыхали на Черноморском побережье. И лишь чудом их отпуск не завершился трагедией. Сегодня весь день на месте аварии дежурила наша съемочная группа. Ксения Галич с подробностями. Все мечтают пролить отдых хоть на несколько дней. Но не таким способом. 38 туристам этот отпуск запомнится на всю жизнь. Причем не только впечатлениями из Черноморского побережья. На руках останутся больничные листы. А в памяти те страшные секунды ДТП. Было уже темно, телевизор у нас выключили. Мы уже все готовились спать. Автобус резко замотало. Начали резкие тормоза. Муж закричал, говорит, держись. Это был обычный рейс. Она по Ярославль. Автобус рассчитан на 50 мест. И как можно увидеть по пакетам и оставленным вещам, он был практически полон. То, что обошлось без жертв, можно назвать настоящим чудом. Автомобильная авария с рейсовым автобусом произошла на трассе недалеко от станицы Ленинградской. В результате удара травмы получили 22 человека, включая водителей. Также в слоу не были двое подростков. Всех пострадавших доставили в больницы Павловского и Ленинградского районов. В настоящее время ничего не угрожает состоянию пациентам. Им всем была оказана квалифицированная медицинская помощь. Сегодня запланирована транспортировка всех к постоянному месту жительства. На дальнейшее течение, восстановительный период, реабилитацию. Тех, кому помощь медиков не понадобилось, отвезли в Дом культуры Станицы Ленинградской. Там открылся пункт временного пребывания. Людей накормили и обогрели. Со всеми пообщались психологи. Пострадавшие вспоминают, времени на панику не было. Почувствует толчок и все. И там уже паника. Люди друг другу сразу быстро помогают. Ребята молодые сразу ручки подают. Давайте без паники, без паники. Все кое-как. Ну, конечно, много пострадавших. Часть изъявили еще пора ехать туда посмотреть. Потому что мы ночью дважды посылали машину. Они смотрели свои личные вещи. Мы в это время обеспечиваем людей справочками. Потому что некоторым надо на работу выходить. Мы им выдаем документы, что они с такого-то периода находились у нас здесь в Станице Ленинградской. По предварительной версии, на крутном повороте водитель не справился с управлением. Автобус вылетел в лесополосу и врезался в ствол дерева. От сильного удара в машине выбило лобовое стекло и смяло всю переднюю часть. В настоящее время по факту ДТП продолжается проведение проверки. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. Искореженный автобус, который уже не может ехать сам. Сейчас везут на специальную площадку в Станицу Ленинградскую. Там он уже будет ждать своей участи. Пассажиры вспоминают, еще когда они ехали отдыхать, автобус неоднократно ломался. Когда мы ехали сюда, неоднократно, там были проблемы с автобусом, с ремнями. Скорость, может, большая была. То есть большая была скорость? Скорее всего, километров 80, наверное, шли перед поворотом. Там как раз КАМАЗ перед нами-то слетело. Не видно было знака. Знак-то смятый, его не видно, нет свечи. За последнюю неделю на Кубани это уже второе ДТП с участием рейсового транспорта. Минувший четверг на трассе между станицами Ладожской и Тбилисской столкнулись сразу три машины. Легковушка и два пассажирских автобуса, в которых находилось 23 человека. Тогда погибли двое пассажиров. А выжившие под Ленинградской сейчас уже едут к себе домой в Ярославль. Власти района выделили им автобус. А на месте аварии уже установили новый светоотражающий знак, чтобы водители не пропустили опасный поворот даже в темноте. Ксения Галич, Евгений Бересник, Кубань, 24, Ленинградский район. Теперь к другим темам. Бизнесмены из Вьетнама готовы открывать производство текстильной промышленности на Кубани. Перспективы развития экономических отношений глава региона Вениамин Кондратьев сегодня обсудил с чрезвычайным послом Азиатской республики в России. Делегация прибыла в Краснодарский край довольно внушительным составом. Это и инвесторы, и руководители различных предприятий, и политические деятели. Кубани и Вьетнам связывают давние партнерские отношения. В прошлом году товарооборот между краем и республикой составил больше 180 миллионов долларов. С начала этого года сумма приближается к 90 миллионам долларов. При этом в основном край экспортирует во Вьетнам пшеницу. Но, как обратил внимание посол Азиатского государства, нередко трейдеры чересчур завышают стоимость кубанского зерна. Вениамин Кондратьев, в свою очередь, предложил разработать торговую схему без участия посредников. Безусловно, я с вами согласен, что сегодня посредники, иначе как не назовешь в виде каких-то зерновых компаний или еще, которые сегодня не производят пшеницу, а только вставляют свою маржу, они лишние в торгово-экономическом сотрудничестве между Краснодарским краем и Вьетнамом. Поэтому давайте подумаем над тем, как убрать посредников из наших торгово-экономических отношений, и экспорт пшеницы вам будет определиться безусловно дешевле. А мы здесь вам готовы всячески помочь, потому что мы заинтересованы, чтобы зарабатывали не посредники, а непосредственно серхозтоваропроизводители, то есть наш агропромышленный комплекс. На самом деле мы очень поражены объемом экспорта пшеницы во Вьетнам, поэтому полностью с вами согласен, это действительно было бы выгодно обеим сторонам. Интересует вьетнамский бизнес и деревообрабатывающая промышленность. На встрече с главой региона иностранные инвесторы заявляют о готовности сотрудничать и в этом направлении. Деревообрабатывающая промышленность – это одна из самых развивающихся у нас отраслей, и предприниматели из Вьетнама сегодня очень интересуют это направление. Мы наслышаны о кубанском лесе, в эту отрасль наши инвесторы особенно готовы вкладывать деньги. Мы понимаем, что только конкуренция из тех предприятий, в том числе деревообрабатывающих, которых у нас более 150, это малый и средний бизнес, и один крупнейший деревообрабатывающий комбинат находится, только конкуренция может позволить делать более качественную и современную мебель, которую можно продавать как у нас в крае, как, конечно, в России, так и на экспорт. Поэтому мы готовы к тому, чтобы мы посмотрели на перспективу развития совместных предприятий по деревообработке, но которые будут, конечно, находиться в Краснодарском крае. Потому что экспортировать сегодня просто лес. Но я думаю, это будет неправильно и экономически невыгодно. Поэтому я думаю, что здесь надо подумать и всё-таки найти взаимовыгодные пути решения. А направление очень интересное, очень интересное, в том числе и для нас. Кроме того, на встрече обсудили взаимодействие в области образования. В Краснодарский край ежегодно приезжают десятки тысяч студентов из Вьетнама. А около месяца назад Кубанский государственный университет подписал соглашение с вузом в городе Хайфоне о создании там Центра русской культуры и языка. На Кубани началась уборка вкусного урожая, которому, правда, пришлось пережить стресс. Картофель этого года рос в экстремально сухой земле. Дождей практически не было, из-за чего сортировочная лента для овощей стала едва ли не боксерским рингом. До синяков доходило. Сложности, впрочем, на качестве не сказались. И наш корреспондент Юлия Кишинева побывала на поле битвы, где сейчас особенно внимательно изучают прогноз погоды. Не иначе, как экстремальными называют аграрий этот сезон картофеля. Три месяца на полях от Ранинского района не было нормальных дождей. Земля высохла и покрылась трещинами. Земля словно каменная, жалуется комбайнер Павел Одинцов. Она не просыпается в специальную сетку, а комьями попадает вместе с картофелем в кузов и повреждает клубни. А когда она идет до бункера, они друг об друга бьются. То есть к земле ничего, а картофелю как бы... Как он страдает, картофель? Ну, синячки для получаются. Для чипсов это как бы тоже не очень. Картофельная плантация в этом хозяйстве не самая крупная в крае – 400 гектаров. Почти весь урожай идет на производство чипсов. Используют несколько самых популярных сортов, которые позволяют получить клубни крупные один в один. После уборки картофель не залеживается на складах. В тот же день его сортируют и отправляют на переработку. Мы же не первый год работаем. Работаем здесь уже несколько лет. Уже привыкли на это. Какие нюансы, тонкости? Зачем нужно следить? Что не пропустить? Грязь, чтоб не проходила в хуру грязь. Шла картошка без грязи. По этой ленте картофель проходит через несколько десятков рук. Помимо очищения от земли, работники следят за размерами клубней. В среднем идеальный размер картофеля для чипсов – у 4 до 7 сантиметров. Как видите, большинство картофелей этого хозяйства параметрам соответствуют. Но если попадается, если можно так выразиться, откровенная мелочь, там около 1-2 сантиметров в диаметре, то, конечно, такую картофель для продажи не используют. А оставляют либо на корм животным, либо утилизируют. По словам агрономов, учитывая, какие в этом году сложились погодные условия, урожайность картофеля неплохая. Например, в этом хозяйстве от Радинского района убирают 25 тонн гектара. В этом году как бы суховей, дождей нету, погода очень засушливая. Чем это мешает? Значит, на урожайность недобор урожая, это примерно около 30%. В среднем такие же цифры и в других хозяйствах Кубани, но некоторые районы показателями отличаются и на много. Есть, конечно же, хозяйства, фермерские хозяйства, у которых достигают до 40-45 тонн гектара, а средняя по краю 21 тонн гектара. Это есть в Калининском районе, это есть в Тимошевском районе. Интенсивная культура земледелия и орошение. На сегодняшний день во многих хозяйствах края собрали уже половину урожая картофеля. Теперь главное, чтобы вновь не вмешалась погода. Если пойдет дождь, комбайны не смогут выйти в поле. Так что аграрии снова внимательно слушают прогнозы синоптиков и надеются, что осадков как не было все лето, так и не будет еще хотя бы несколько недель. Юлия Кишинева, Эдуард Тараканов, Кубань, 24, Отрадненский район, Краснодар. Ну а я добавлю, жатва перевалилась за экватор. На Кубани помимо картофеля продолжают убирать и другие сельскохозяйственные культуры. С полей уже увезли больше 3 миллионов тонн сахарной свеклы. Отправили в хранилище 182 тысячи тонн сои и в три раза больше подсолнечника. Убирают и рис. Урожай белого золота на сегодняшний день 117 тысяч тонн. Продолжают трудиться также над кукурузой на зерно. Ровно две трети плана уже выполнены. Аграрии отправили в закрома почти 800 тысяч тонн янтарного зерна. Казаков Георгиевского поста, героически погибших в станице Неберджаевской в период Кавказской войны, вспоминали в Крымском районе. В 1862 году они в неравном бою сражались с трехтысячной армией горцев, которые собирались разграбить и уничтожить недавно основанные станицы. В память о подвиге прошли ежегодные липкинские поминовения. Яна Бузычкина продолжит. Больше 150 лет назад на этом самом месте был Георгиевский казачий пост. Местные называли его просто «липкие» из-за деревьев вокруг. Он защищал только что созданные станицы, Нижнебаканскую и Верхнебаканскую. Именно туда и направился отряд черкесов-натухаевцев. В ночь с 3 на 4 сентября более трех тысяч врагов напали на казаков. Те за час героически отбили сразу два штурма, а на третий не смогли сдержать натиска неприятеля. В рубке полегло 17 казаков, среди них и сотник Горбатков. Когда враги попытались отсечь убитому голову, на них с ружьем набросилась супруга павшего Марьяна. Одного нападавшего она застрелила, другого заколол штыком, после чего ее изрубили шашками. О том, как в борьбе за родину казаки отдали свои жизни, сегодня рассказывают молодежи. Нас с самого детства, с самого первого класса воспитывают такую черту, как патриотизм, то есть любовь к своей родине. И мне кажется, любой человек, вне зависимости от того, женщина это или мужчина, должны в любой момент взять оружие и постоять за свою родину. По традиции поминовения начались панихиды в изложении венков к памятнику погибшим. В траурном митинге приняли участие около сотни казаков из Крымского, Красноармейского, Северюкского и других районов края. А также кадеты-ученики классов казачьей направленности. Из года в год они передают историю героической защиты георгиевского поста. Дети узнают это не только на уроках, но они узнают это, общаясь с казаками-наставниками, которые приходят в класс, приезжая на такие мероприятия, которые мы сегодня здесь проводим. Это очень важно, потому что если мы не будем сохранять историю, не будем передавать ее, то значит, возможно, у нас будущего не будет. А после на плацу мемориалы новобранцы дали клятву на верность. По мнению атамана Кубанского войска Николая Далуды, изучение казачьей истории – важнейший элемент воспитания подрастающего поколения. Кубанское казачье войско выбрало самый верный путь своего дальнейшего развития. Почему? Потому что мы соединяем прошлое и настоящее и строим дорогу в будущее. А значит, Кубанское казачество было, есть и всегда будет на нашей Кубанской земле. Кубанское казачье войско ежегодно проводит 17 поминовений, чтобы подвиги наших предков были не просто частью истории, но и примером для всех ныне живущих. Яна Бузычкина, Леонид Манчинский, Михаил Бойправ, Кубань, 24, Крымский район. Историю страны сегодня вспоминали и в Краснодаре. С помощью кистей и красок в городском саду Краевой столицы стартовал фестиваль юных живописцев. Называется он «От Владимира до Владимира», потому что на холстах участников изображены правители России от крестителя Руси до нынешнего президента. 70 учеников художественных школ города рисовали портреты. Большинство картин получились выше самих творцов. Многие из них, как правило, это учащиеся в художественных школах, но они пишут там на небольших форматах. Здесь у них возможность написать картину большого размера. Это тоже им очень нравится и очень интересно. Организаторы уверены, дети через мазки и оттенки узнают историю и приобщаются к культуре родной страны. Все работы оценит жюри фестиваля. Лучшие картины представят на выставках по всему краю. У нас есть партнер, наш Анапский санаторий «Ди Луч». Они возьмут картины, выставят на своей территории. Ну и в дальнейшем будем активно принимать участие в городских и краевых мероприятиях. Фестиваль продлится до конца недели. В этом году Кубань стала первым регионом-организатором конкурсов. На очереди Крым и Москва. В Крым и Столице представили свой взгляд на историческое прошлое и в необычном детективном жанре в городе развернулась захватывающая шпионская драма. Крым и Управление МВД совместно с молодежным путрулем организовали военный квест «Фронт в тылу врага». А участвовать позвали студентов-юристов. Они примерили на себя роли сотрудников уголовного розыска времен Великой Отечественной. Задача стандартная – найти и обезвредить фашистского диверсанта, но все это под пулями и взрывами гранат. Корреспондент «Кубань-24» Вероника Веретенникова набралась храбрости и тоже отправилась на поиски, пусть условного, но все же врага. Ваша задача – после получения информации, дате прибытия и месте нахождения Крихбаума осуществить его захват, брать только живым. Приказ получен, и команда офицеров уголовного розыска приступает к выполнению секретного задания. Времени на раздумья нет, вокруг враги. Краснодар оккупирован фашистами, а в лесу прячется опасный диверсант. Строим маршрут на карте и передвигаемся в шахматном порядке. Главное – не шуметь. Выдать может все, неосторожное слово, скрип ветки. Поэтому общаемся исключительно жестами. Такого поворота событий в первые же минуты никто не ожидал, но пулемет не успел напугать следователей. Оказалось, что стреляли свои. Именно к ним мы и спешили на помощь. Теперь успех операции во многом зависит от грамотной стратегии. Кто будет сражаться на передовой, а кто прикрывать тылы, роль распределяет командир отряда. В этом квесте все по-настоящему. Даже оружие выдали. Мы вместе с боевой подругой Натальей находимся в группе прикрытия и защищаем тылы нашего отряда. Пока мы защищаем спины товарищей от пули, в трех метрах идет настоящая война. Граната! Но вот бой окончен, а враг обезврежен. Уводи офицера! Уводи офицера! Я прикрою! Я увидела, что люди в штатской одежде, особники фашистов, стреляют вслед в нашей группе. Естественно, что я, как прикрывающий ТЭЛ, бросила мне гранату. Мне тряслись руки. Все вокруг стреляет, все взрывается. Я как командир должен был командовать, но на самом деле я очень сильно растерялся, потому что все бахает, грохает и какие-то странные ощущения на самом деле. После боя небольшой привал, но отдыхать некогда. Самое время подтянуть огневую подготовку. Не каждый день вместо микрофона в руках оказывается винтовка Мосина. Именно с такими шли в атаку наши предки в годы гражданской и Великой Отечественной войны. Мушку совмещай с ТЭЛиком. Ага, ага. Все, можно? Да. Во второй части квеста уже опытным офицерам уголовного розыска нужно найти шпиона-убийцу. Все, что есть в распоряжении следователей, фото преступника и книга с шифром. Под коробкой с уликами оказывается смертельный сюрприз. Ложись! По легенде у бандита поддельные документы. На справке о ранении сдвинуты буквы заголовка, стоит яркая четкая печать, а сам бланк слишком светлый. Явная фальшивка сразу же определяют будущие юристы, участники квеста. На фронте о сохранности и состоянии бумаг не думали. Зачастую они были забрызганы грязью, чаем, кровью или вовсе надорваны. Шаг за шагом приближаемся к дому, в котором находится предполагаемый убийца. Тот спокойно слушает патефон за рюмка спиртного. Но после требования предъявить документы настроение мужчины резко меняется. Документы предъявите. В подвале дома находим чемодан с личными вещами. На первый взгляд все чисто, но у кейса двойное дно. Там-то и хранил шпион поддельные документы на имя Фомы Ефременко, зонды фюрера фашистской армии. Дело раскрыто, уводим преступника. Его, кстати, сыграл подполковник внутренней службы в отставке Андрей Фаниев. Роли мы не выбираем. Просто мы, когда готовили квест, мы расписывали роли. Посчитали, что по фактуре я больше подхожу на фашистского недобитка. В эст справились хорошо с задачей. Правда, были небольшие недостатки. Когда меня задержали, и офицер комендатуры начал меня досматривать, он перекрыл сектор обстрела к конвоюру. Фронтовой день закончился на площади памяти героев. Там возложили цветы к вечному огню и вспомнили о тех, кто ценой лишений и собственных жизней ковал победу ради мирного неба над нашими головами. Вередника Веретенникова, Олег Черепок, Кубань-24, Краснодар. Сразу три знаменательные даты с размахом отметили в Новороссийске. 180-й день рождения, годовщина присвоения высокого звания города-героя и 75-летие разгрома немецко-фашистских войск. На несколько дней в торжественную атмосферу погрузили весь Новороссийск. На набережной открыли единственную в стране памятник работникам морского порта. Главные фигуры, два докера-минфинизатора, грузчик, женщина-тальман, так называют рабочих, считающие грузы. Без таких специалистов в порту не обойтись. Поздравляю всех жителей города Новороссийска с открытием этого прекрасного памятника. Сегодня увековечили труд людей, портовиков, всех профессий, всех эпох. Этот памятник, я уверен, станет очередной достопримечательностью города Новороссийска. По поводу антуража говорили, какая спецодежда, какие средства используются. Приходилось много работать с материалом. Множество зрителей собрало показательные выступления бойцов воздушно-десантных войск. Крылатая пехота на деле доказала прочности и силы им не занимать. А затем взгляды гостей праздника устремились в небо. Уже третий год Новороссийске проходит фестиваль «Летящая мечта». У каждого воздушного змея есть своя история, название, высота полета. Спастерить такого красавца мог каждый. Особенно развлечение понравилось детям. Они придумали, что надо горы, море, даже пирс вон, города. И вот они хотят, чтобы этот змей как символ охранял наш город любимый. Здесь вообще шикарно. Летучие змеи нас радуют. Военные тоже. Мальчишка растет, берет положительный пример. Ну, вообще, в целом, как бы, город изменяется в лучшую сторону. Видны положительные изменения. Город растет. И с каждым днем лучше, лучше становится город. В честь дня рождения горожане устроили танцевальный марафон под открытым небом. А потом подпевали участникам вокального фестиваля «Морской узел», который уже 17 лет связывает выеденный талант на берегу Черного моря. Вокалисты съехались из разных точек мира. В России, Армении, Грузии, Израиле. А затем Новороссийск с юбилеем поздравили популярные российские артисты. Завершилось торжеством ярким фейерверком. Спасибо, что остаетесь с нами. Мы продолжаем. Последствия сильного ливня ликвидируют сейчас в Сочи. Буря взяла в плен курорт на все выходные. Городские улицы превратились в полноводные реки. Автомобили уходили под воду. Стихия разрушила и мост через реку Сочи. На месте побывал мой коллега Максим Емельянов. До вчерашнего дня этот мост соединял села Верхняя и Нижняя Пластунка. Ближайшие альтернативы находятся в километре. Правда, добраться туда можно только на внедорожнике, либо через лес. В выходные погода разыгралась не на шутку. Потоками воды подмыло левый берег. Одна из опор моста не выдержала. Подвесная конструкция провисла и опустилась в воду. Переправа связывала жителей 30 домов с Хостинским районом. Рядом школа, остановка общественного транспорта, магазины. Это единственный способ перебраться быстро на другую сторону. Автобус останавливается, ты пешком и пять минут дома. А так придется, конечно. И там дорога еще для своего транспорта. После таких же дождей вся размытая. Мост здесь построили сами жители поселка больше полувека назад. Потом ремонтировали его тоже своими силами. В последний раз полотно меняли в прошлом году. Этого объекта нет на балансе муниципалитета. Но в мэрии заверили, что помогут решить проблему. Сейчас специалисты оценивают состояние переправы. После уже обследования всеми специалистами мы примем решение либо о восстановлении моста, либо о его демонтаже и возможности строительства нового. Но в любом случае власти города рассматривают именно тот вариант, чтобы для жителей восстановить там возможность прохода. Прогноз погоды пока утешительный. По сообщениям синоптиков, сильных дождей в ближайшие дни не ожидается. Значит, ремонтным работам ничего не помешает. К ним приступят в ближайшее время. Максим Емельянов, Сергей Щербин, Кубань-24, Сочи. Не должна погода помешать рабочим, которые сейчас ремонтируют одну из главных транспортных артерий Краснодара. Сегодня ночью они начнут класть асфальт сразу на двух перекрестках Тургенева с улицами Рылеева и Бабушкина. Из-за этого водителям придется искать пути объезда. Оба пересечения полностью закроют для автомобилей. Трудиться на этих участках предстоит до четверга. Затем движение восстановят. А пока объехать ремонт можно будет по параллельным улицам Северной, Гагарина, Артиллерийской и Власова. Кубанцев научили экономить. Краснодарский край в третий раз присоединился к Всероссийскому фестивалю энергосбережения «Вместе ярче». Праздник получился и приятным, и полезным. Представители крупнейших предприятий топливно-энергетического комплекса рассказали и показали, как сохранять ресурсы. На театральной площади столицы региона представили глобальные научные проекты и новейшие разработки. Каждый из нас, как человек, который живет на земле, должен понимать о том, что наши природные богатства не безграничны. Естественно, мы должны обеспечивать сохранение. И те энергоресурсы, которые у нас есть, они, конечно, требуют бережного отношения. Для детей оборудовали мини-мастерскую. Мальчики и девочки давали вторую жизнь джинсам, бельевым веревкам. Их легко превратить, к примеру, в эко-сумку для покупок, которая замеет полиэтиленовые пакеты. И это еще далеко не все. Мы делали, например, с детьми такие чудесные перышки, которые можно использовать для украшения сумок, для различных вот эко-панно. Или вот такое панно, которое можно легко сплести из остатков или просто из хлопчатобумажных ниток. Открыли фестиваль вместе ярче экологическим автопробегом. В колонне были электромобили и гироскутеры. А еще краснодарцы могли сдать опасные отходы. Ртутные градусники, лампы, батарейки, просроченные лекарства и другой мусор, который требует особой утилизации. Сегодня организаторы акции уже подсчитали, сколько же опасных отходов сдали краснодарцы. Вот только отработанных батареек получилось больше 250 килограммов. Такое количество пальчиковых убийц способно загрязнить тяжелыми металлами 23 гектара почвы, полноценное сельскохозяйственное поле. На утилизацию отправили и почти полторы тысячи содержащих ртуть ламп, в том числе и энергосберегающих. Если одна такая разобьется, ядовитые пары распространятся на 300 кубических метров. Накопились у жителей столицы региона и просроченные лекарства целых 50 килограммов. Если отвезти их на обычный полигон для отходов таблетки, пилюли загрязнят окружающую среду хлоридами, сульфатами и патогенными микроорганизмами. Они опасны для человека. На переработку пошли также 69 килограммов пластмассы. На ее распад природе пришлось бы потратить столетия. Кроме того, пластик еще и токсичен при гниении. Весь этот мусор утилизируют на специальной площадке. В преддверии 225-летия Краснодара на улице любимого города вышли тысячи людей на всекубанский субботник, чтобы сделать свой дом еще чище и красивее. О том, как жителям микрорайонов Губернский и Панорама удалось совместить приятное с полезным, смотрите в сюжете Константина Перминова. Это субботнее утро для жителей микрорайонов прошло активно и весело. Группа компании «Югстроинвест» постаралась сделать участие в субботнике не только полезным, но и занимательным. В преддверии дня рождения нашего любимого города Краснодара группа компании «Югстроинвест» с совместно жителями наших микрорайонов Губернского и Панорама решили провести субботник. Навести порядок, прополоть, посадить деревья, зелень. Жители очень активно принимают участие в субботнике и таким образом вносят свой вклад, вклад жителей наших микрорайонов в красивый облик города Краснодара. Вооружившись лейками и лопатами, жители Губернского высаживали кусты и белили деревья. В Панораме очистили близлежащую территорию. Люди целыми семьями дружно подметали дворы, приводили в порядок клумбы и арт-объекты. Субботники уже давно стали традиционными для жителей этих комплексов и находят живой отклик у общественности. Мы же вышли нашим литерам поддержать компанию, поддержать всех соседей. Такое семейное мероприятие, показать детям, что должно быть чисто на территории нашего микрорайона Губернского. Кроме того, каждый смог проявить свою творческую натуру, подготовив мотивационные плакаты. В завершение мероприятия всем участникам вручили символичные подарки – значки. Я считаю, что это один из красивейших микрорайонов в Краснодаре. Ну и мне таким образом повезло. Я влюблен в этот микрорайон. И смотрю, как он на глазах становится все лучше и лучше. Группа компаний работает в трех субъектах Российской Федерации. С 2011 года застройщик возводит в Краснодаре два микрорайона, названия которых у местных жителей уже давно ассоциируются со знаком качества. И это неудивительно, ведь ЮСИ строит не только дома, но и всю необходимую инфраструктуру. Здесь есть детские сады, игровые и спортивные площадки, отделения почты, полиции, медкабинеты и зоны для отдыха. А 1 сентября, благодаря застройщику, в Губернском была открыта самая большая и самая оснащенная школа Кубани. Спасибо, что остаетесь с нами. Мы продолжаем. Сверепые воины, повелители драконов, загадочные эльфы на два дня приехали в Краснодар. В краевой столице прошел гиг-пикник. Фестиваль науки и популярной культуры в парке «30-летие Победы» посетили тысячи гостей. На различных площадках выступали десятки лекторов, ученые, известные блогеры, музыканты. Маргарита Витясяна расскажет подробнее, чем еще удивляли гостей. Грозный варвар, непобедимый воин и неутомимый боец – это все о знаменитом фэнтезийном персонаже Конане. Его образ Влад Покашеванов вынашивал не один год. И вот долгожданное перевоплощение. Двухметровый молодой человек, кажется, сошел со страниц комиксов. Настоящий скандинавский герой. Конан Варвар, чудо-женщина и еще десятки удивительных персонажей не просто красовались перед гостями фестиваля, но и узнавали новое. На площадке госкорпорации «Росатом» всем желающим рассказывали о природе ветра и о том, как получить из него энергию. Участники запускали фрисби и ловили воздушные потоки, следили за неустанной работой разноцветных ветряков, а дети рисовали будущее страны. Картинки получились, как из фантастических фильмов. Физики и астрономы делились прикладными знаниями. На шаг ближе к ядерной медицине, космическим технологиям и атомным электростанциям стали даже гуманитарием. Для Краснодарского края мы тоже люди не чужие, хотя вряд ли многие краснодарцы, жители Кубани, знают об этом. Но, например, треть электроэнергии, которая поставляется на юг России, то есть каждая третья лампочка на юге России, она получает электроэнергию с ростовской атомной электростанцией. Каверзные вопросы, быстрые ответы и знаменитый звук волчка. Легендарная игра «Что, где, когда» на этот раз переместилась из нескучного сада на берег Кубани. Самые эрудированные участники фестиваля на один день стали знатоками литарного интеллектуального клуба. Команды, не жалея эмоций и сил, сражались за выход в финал. В роли ведущего выступил сам Александр Друзь, человек, который знает ответы на все вопросы. Играют не профессионалы, они не столько сложные, сколько логичные. В Краснодаре очень много поклонников игры «Что, где, когда», которые не просто смотрят её по телевизору, а ещё и играют в спортивную версию игры. Мы приехали в Краснодар с несколькими целями. Во-первых, поиграть с ребятами, которые придут на эту площадку, в интеллектуальную игру. Уже очень много людей сыграло «Что, где, когда». Интересно отвечают на наши каверзные вопросы. И второй целью является, конечно, рассказ о деятельности госкорпорации «Росатом», о деятельности компании «Нововинт», которая занимается ветроэнергетикой. Учёные уверены, ветрогенерация — это будущее планеты. И с прогрессом не нужно сражаться, как Дон Кихот с витринными мельницами. Энергию воздушных потоков уже используют в 80 странах мира. Одна установка мощностью в 2,5 мегаватта за 20 лет может заменить более 70 тысяч тонн угля. Первый ветропарк «Росатома» сейчас создают в Адыгее, а в следующем году строительство начнётся и на Кубани. Гик-пикник стал настоящим праздником для тех, кто от корки до корки изучил книги Стивена Хокинга, знает наизусть цитаты из киновселенной «Звёздных войн» или любит альтернативную музыку. В Краснодаре умный фестиваль провели уже во второй раз, и организаторы уверены, в следующем году участников станет ещё больше. Маргарита Витясян, Алина Сорокина, Олег Перминов, Кубань, 24, Краснодар. Гиганты Африки выступили в Краснодаре. Премьера нового шоу состоялась в цирке Краевой столицы. В первом отделении публику покорил танцор весом в три тонны. Белый носорог по имени Бонни исполнил вальс. Большой артист демонстрировал сложный пам, работал вместе с коллегой, белым боксёром Белкой, и здоровался со зрителями. На представлении был настоящий аншлаг, особенно Бонни понравился маленьким гостям Краснодарского цирка. Он такой большой, и он бегал ещё. Илюш, тебе запомнился кто? Носорог? Да. Ещё один гвоздь программы – выступление суматранских тигров и белого льва Алжира. В нескольких метрах от зрителя хищники демонстрировали агроматические творческие номера. Вела такое сложное и опасное представление дрессировщица Инна Забелкина. По её словам, каждый из полосатых, рогатых, клыкастых артистов уникальный и требует особенного подхода. В любом общении с такими крупными животными всегда нужна любовь, взаимопонимание, доверие. И тогда всё получится. С хищниками более опасно. С насороженной бывает, что он где-то упирается, его тоже надо уговаривать. Ну, то есть у всех понемножку что-то есть, какие-то свои закорючки. Также зрителей развлекали клоуны. Под куполом цирка выступали акробаты. Другие артисты удивляли ловкостью и силой. Представления проходят по пятницам, субботам и воскресеньям. Узнать расписание и приобрести билеты можно в кассах и на сайте Краснодарского цирка. Гиганты Африки будут гастролировать в краевую столицу до 14 октября. Как широка и многообразна Кубань? Сколько талантливых поэтов живут в хуторах? И как называется популярный песенный коллектив из станицы Старокорсунской? На эти вопросы точно смогут ответить авторы передачи «Культурная навигация». Вот уже год проект выходит на нашем телеканале. За это время ведущая Анастасия Нагайкина со своим молчаливым пузатым напарником, самоваром, объехала почти весь край. Ее герои – обычные люди. Те, кто хранят традиции, рецепты этнических блюд, говорят на местном диалекте, умеют создавать необычные вещи. За кулисы самой народной передачи заглянула Алина Сарыкина. Они едут, плывут, переходят реки в брод и поднимаются в небо. И все только для того, чтобы дойти интересных героев, красивые пейзажи и занимательные истории. Каждый хутор, как отдельный мир, уникальный, порой не тронутый урбанизацией. Деревянные дома, резные ставни, березы во дворе и наливные яблоки. Пейзажи, порой напоминающие полотна Исаака Левитана. А местные жители, хлебосольные, с кубанским радушием встречают гостей. На столах всегда пирожки, сладости и чай самовара. Но мы, как хорошие гости, приезжаем со своим. Расскажи о своем соведущем. В каждой программе мы видим его. Он же стал символом даже. Он немножечко ломается. У него уже отвинчиваются шайбочки. Мы теряем периодически вот этот краник. И мы думаем, что когда-то закончится культурная навигация, если мы потеряем. Люди, когда встречаются на пути, я с самоваром, или наоборот, я без самовара. И самый первый популярный вопрос, а где ваш самовар? А вот второй по популярности можно ли его купить, но боевых товарищей не продают. Тем более у него уже есть своя история и биография. Возраст – 31 год. Сам образ свете сил. Цена – 45 советских рублей. А это, пересчете на современные реалии, примерно 5 тысяч. Да и вообще его личный вклад в проект бесценен, как и всей съемочной команды. Товарищ не старый, собственно. 31? 31, да. 31? Уже пожил чувак. Большая часть программы – импровизация. Героями просто становятся и случайные прохожие. Как вы это делаете красиво? А ноги же качаются, когда на велосипеде? Конечно, ноги и тут, и тут качаются. Ноги тоже важно накачать. Ну, смотря кому как. Кому как нравится. Вы выше, чем Филипп Киркоров? Не знаком с Филиппом Киркоровым. Вы выше, чем Филипп Киркоров, однозначно. Вы можете быть его двойником. Ну, у нас есть спортивный комплекс. Я сам уже 10 лет занимаюсь, имею первый разряд по бодибилдингу. Вы имеете разряд? Да. Ничего себе. А можете так сделать, как бодибилдер? Вот спортсмен одинской. А вот что попадает в выпуск, уже решает после съемок. Гигабайты видео тщательно отсматривать. В передачу попадают только лучшее и интересное. Чтобы не потерять эмоцию человека, к которому мы приходим, допустим, это какая-то бабушка, сразу у нас готовы камеры, и мы заходим во двор с камерой, и чтобы человек, ну, он не понял, что не сообразил, не стал там теряться, потому что если ты зайдешь это со второго дубля, эта бабушка уже не будет такая открытая, и у нее не будет восторга в глазах. Импровизация – один из главных двигателей проекта, поэтому на площадке случается множество смешных и курьезных случаев, и как легендарный фильм с Джекичаном, можно увидеть после титров. Алина Сорокина, Дмитрий Забелин, Кубань-24, Краснодар.